Активистки областной организации Белорусского союза «Жанчин» Сегодня провели акцию «Першая же Хары Гомельской в области-2017». Новое родовище «Нафты» открыто у Белоруссии. У санаторе, где проходит курс реабилитации, дети с потерпелых одоварой на ЧАЭС районов, организованы новогодние ранешники. До конца тыдня на Гомельщине усталюется соправдная зимовая надворья. Температура поветра будет складать до минус 17. И больше подробязна об этом и не только. Гомельская областная организация Белорусского товарыства «Червоного крыжа» суместно с областной организацией Белорусского союза «Жанчин» организовали акцию «Першая же Хары Гомельской в области-2017». Ее галовная мыта – повышение престижу семьи и пропаганда семейных каштоуностей. Сёння «Жанчины»-активистки с подарунками завитали у Гомельской областной клиничный родильный дом. У первые сутки Нового 2017 года тут народилися 10 детей. На свет явилось 6 девочек и 4 хлопчики. Есть и одна двойня. Чтобы тримать самый жаданный новогодний подарунок, пришлось прикласти шмат сил, рассказывают молодые мать. Сейчас счастье тяжко передать словами. Активисты Гомельской областной организации, Белорусского товарыства «Червоного крыжа» и Белорусского союза «Жанчин» повиншовали молодых мать и их новонародженных «Першого студеня» 2017 года «Дятей». Усим гэтым пособливым и счастливым «Жанчинам» они уручили приемные подарунки и пожадали худше вернуться до дому, до родных и близких. Я желаю всем молодым мамам, которые родили маленьких детей, в первую очередь, конечно же, здоровья им, их детям, благополучия их семьям. Этот год – год науки. И я надеюсь, что дети, которые родятся в этом году и которые родились непосредственно в новогоднюю ночь, они достигнут высоких показателей, станут научными деятелями и будут продвигать нашу страну. Мы приехали сегодня. Представители двух общественных организаций Белорусский Красный Крест, Белорусский Союз Женщин для того, чтобы поздравить наших уважаемых дорогих мамочек. Но надо не забывать и про пап. Мы хотим поздравить и пап, который тоже приложили к этому руку. Эта традиция такая в городе у нас уже давно. И многие общественные организации приезжают уже после 1 января поздравить именно гамильчан, которые родились 1 января. Суместить корыстное с приемным. У санатория, где проходит курс реабилитации, дети с потерпелых от Шарнобыльской аварии районов, организовали новогодние ранешники. Олег Синцеров назирал за святочным карагодом. Санаторий «Серебряные ключи» оздоровлением детей из потерпелых районов занимается уже не пешей десекоди. Правда, стверждать, что все захворывания у детей выключены от несприяльной экологии. Зараз уже нельком. По слову медиков, сирот причин и неправильное харчевание, и празмерное захопление компьютерами. У новогодние дни до специализованных лечения, у санаторий до долейшие и святочные ранешники, якие у нечем нагадывать активные рухомые гульни, уже праз некаких хвилин обаяковым не застаётся никто. Дети очень замечательные, очень хорошие, очень подвижные, интересные. Песенки все знают. Даже если и не учишь с ними, они всё знают. Они же замечательные, просто дети. Играя с ними, танцуй, и они будут с вами всё время танцевать. У Серебряных Ключах две трети отпочивальников – дети. Покинуть без свято не могчима никого, а тому ранешники у санатории по некаких разов у день супрацовники кажут, что подрактовали некаких сценариев в залежности от взрослых удельников. Напомню, нема больше удержанных удельников новогодних ранешников, чем дети дошкольного взрослого. И они не просто верят указку, они у них живут. Тут всё по-соправдному. И злая баба яга, и добрый Дед Мороз. У санатории дети знаходятся 24 дней, а тому шмат кто дома на ёлку просто не поспевая. Гэтые ранешники для них макчима самая головная. У селяки мрази сами дети, да их относятся вельми сурьёзно, а непосредственно у день проведения становятся на это больше посухмянами. Были послушными, любили наряды друг другу, помогали надевать, чтобы всем костюма хватило, переживали об этом. И помогали нам, все друг друга одели, прибрали, навели порядок, причесались, ну и с удовольствием пришли сюда, пофотографировались возле ёлки, рассказали стихи Деду Морозу, ну и получили подарки долгожданные. Праздник для них состоялся. Олег Синчеров, Ёвген Макеенко, телерадио «Компания Гомель», Светлогорский район. Новогодние сюрпризы подрихтовала для своих гостей Центральная городская библиотека имя Герцина. Экспозиция под такой назвой объеднала выробы ручной працы от рамесника у клуба «Чароные подарунки». Тут можно убачить текстильные ляльки, работы у техницы декупаж и плетяные скрынки. Работы гомельских майстрых Светланы Трофимовой, Нелли Николаевой и Виктории Романенко-Шуваловой стали подарунком да новогодних святов для читачоу библиотеки. До инших тем. Новая родовища нафты открыта у Беларуси. Як поведомили на предприемстве «Беларусьнафта», оно отримало назву «Вугальская». Нафта гетагородовища относится до категории тяжкодоступных запасов. Спрастить распрацовку повинен аномально высокий пластовый тиск. Запасы нового родовища оцениваются у 1 млн 695 тис. тонн нафты. Больш докладную оценку специалисты зробят пасля бурэння другой разведачной свідравіны. Грамадяне, які постоянно проживаюць на тэрриторію Беларусі, з першого студеня вызваліны ад выплаты дзяржпошліны за уезд альбо знаходжані ў пагранічной зоні. Цяпер пры наведванні режимной тэрриторі необходна мець пры сабе документ, які свечыць асобу. Термін дзяння пропускав ў пагранічную паласу павялічвэцца з аднагода двух гадоў. Дзяржпошліна за ададзіную паслугу складе 0,4 базовой велічыні. Платіцця я не прыдзецца жыхарам пагранічной зоны, работнікам організацій, які вядуць гаспадарчую дзейнасцю пагранічной паласе і шэрагу іншых катыгорых грамадян. Беларускай чыгунка з першого студеня павялічвэя памір скидак на праезду на керунку Беларусь-Расія. Умовы іх прадаставлення будз залежыць ад термінаў набыття праезных билетов. Найбольшу выгаду отрымаюць пасажиры, які сплануюць сваю паездку заходя. Так, при набытці билета ў перээт ад 60 до 31 дня до отправлення цігніка будзе дзейнічаць скидка 20%. У перээт ад 30 до 21 дня кошт праезда будзе зніжэны на 15%. У астатніх выпадках заховываецца базовый тарыф, а калі билет набываецца за 10 дзён до отправлення цігніка, устанавливаецца надбавка ў памеры 5%. Дарэчы ўсю падрабязну інформацію абзмянэнях аплаты праезду з першага студзеня можна отрымаць на сайці беларускай чыгункі. Моду націкаўнасті прагу давідаў гомілі ўжо некалькі 10 годзеў дыктуе клуб интеллектуальных гульняў «Белая рысь». Некалькі пакалэніў разумнікаў, што год папаўняўць медалями і кубками з карбонку клуба. Не отстаюць і яго малочыя выхаванцы, які вернуліся з інтелектуальныў зменны національнага дзятячага центра зубрання не з пустымі рукамі. Падставы для такой цёплай сустрэчы ваўтульной зале обласнога палаца творчасті дзятей і молодзі стало віншаванні юных гоміліцьких знаўцав. Зашматлікі аперамогі ў респабліканскіх турнірах па інтелектуальных гульнях «Кубок надзеў» і «Крыштальны зубр», 18 дыпломаў, два «Кубкі» і два «Крыштальны зубры». Адзін з їх ў гудкім часі ў прыгожыць выставу з нагарод Гомільскага обласнога палаца творчасті дзятей і молодзі. Каштоўны приз гомілчані шлі да ёго тригады ў рачыста перададзіны дырэктору палаца. Здабытыя трофеў на рахунку ўсяго дзвюг команд клуба – тыгры у лінійку і захавальнікі вясёлкі. Выхаванцы трэнера Вольгі і Тамары Калімовіч праўвіли свае лепші аздольнасті ўшто дзекалі і брэйн-рынгу, сваёй гульні – командной і індивідуальна. І трымфаторамі вернулися ў Гоміль. Мы всі не стоім на месці. Мы тоже все продвигаемся, становимся умнее, і, соответственно, мы можем завоевать більше призов. Мы не будем останавливаться настигнута. Сесон в самом разгаре. Впереди ещё чемпионат Беларусі і другие турніры в разных городах – в Минске, в Барановичах и так далі. Конечно же, хотілося б выиграть остальные. До конца тыдня на Гомільшчыне усталюецца сапраудна зімовая надвор'я. Завтра істотных зменініў не прагназуецца. Температура па ветра днём каля нуля градусаў, ночу – до минус двух. Махчымы ападкі ў выглядзе мокраго снегу. А вось ў четвер пятаго студеня – пахаладая. Днём слупок термометра будзе паказываць до минус шатырог, а ночу – до минус трынадцати. Чыкаюцца моцные снегапады, парывы ветру – до 10 метров за секунду. У пятницу температура – до минус семнадцати. У выходные характер надвор я истотна не зменіцца. А вось понеделка пачнецца невялікая патяплэння. Юнійорская сборная Беларусі па хакею стала перамошцца і прэстыжнага міжнароднага турніру «Макс Миджет» ў Канаде. У складі команды выступалі шастёровых аванццаў гомельской хакейной школы – вратар Андрей Грышчэнка, абаронцы Михаил Кавалёў і Павел Дзянісав, нападаючы Александр Ахрамовіч, Кирыл Мяжэйнікаў і Ілля Пархоменка. Дарэчы, і трэнеры сборной – Уладзімір Магдіяў і Йоген Летаў таксама ў минулым гулялі за гомель. І трэнерскую кар'єру пачыналі ў гомельской хакейной школе. Выгляделі інформаційный выпуск телерады о кампані «Гомель» у студы працывала Наталі Ігнатенка. Я і мои колеги жаддаем вам ўсягу самага добраха. До новых сустрэчу ефіры! Дякую за перегляд!